Приветствую вас сегодня снова с нами в датарте на второй лекции по блокчейн-технологиям. Сегодня первое изменение у меня есть тумбочка, на нее можно теперь облокачиваться, удобная штука. И второе, мы наконец-то отбрасываем наши неинтересные биткоины, которые реально на самом деле неинтересные, в них ничего нет привлекательного такого в данный момент при текущем развитии технологий. Да, кроме курса. Он, кстати, снова растет. Мне уже все говорят, я прочитал первую лекцию, биткоин растет. Это какая-то магия, я, скорее всего, закупил там очень много себе. Сегодня у нас вторая теоретическая лекция, следующие две у нас будут практическими. Я здесь с этой тумбочкой буду стоять уже, наверное, с ноутбуком, буду шарить экран, показывать, что можно с этим всем делать. Сегодня мы поговорим об эфириуме как платформе. Не путать с эфиром, это я расскажу. Дальше, на следующее занятие, кто может, я скажу сразу, тащите ноуты, повторяйте вместе со мной. Плюс у нас уже у всех есть телеграм-чатик, практически у всех. Если у них никого нет, в конце будет QR-код, всем покажу, все скажу. И мы будем уже с вами разрабатывать какие-то изначально контракты, а потом интегрировать их с какими-то там системами. И это все будет как-то даже работать, я на это надеюсь. И присылайте мне проекты, я буду смотреть, проверять, если у кого-то есть вопросы. Если у кого-то вообще все хорошо и прям супер работает, таки пишите, у меня все работает, все отлично. Я посмотрю, мне даже интересно, как у вас это получится. Еще один момент, это у нас сейчас будет Кристина, где-то она там регистрирует еще людей. И поскольку в этот раз у нас есть запись, если кто захочет пересмотреть это в следующий раз. Я постараюсь, кстати, сейчас рассказывать все побыстрее и все вопросы перенести больше на конец, чтобы это было как-то более компактно и достаточно понятно, потому что в прошлый раз получился немного разнобой. И у нас будет Кристина с микрофоном, поэтому если есть какие-то вопросы, лучше дожидайтесь Кристины и микрофона, иначе на записи ничего вообще не будет слышно. Ну и из дальних рядов я вас тоже не факт, что услышу. Вроде из организационных моментов все. Меня зовут Максим, и мы начинаем вторую лекцию. Сразу вставка насчет того, что такое эфириум и что такое эфир. Все достаточно просто. Эфириум это блокчейн-платформа. Что такое платформа? Это означает, что мы используем технологию блокчейн для каких-то своих вещей. То есть мы в принципе можем как-то подстроить, сконфигурить платформу эфириум. И, например, создать свою криптовалюту. Или создать свою какую-то, не знаю, продать машину за какие-то эфиры вместе с своему другу, знакомому, кому угодно. И мы это сможем сделать с вами при помощи эфира. Эфир это уже внутренняя валюта. То есть это то, за что все наши транзакции проходят, то, чем мы можем там расплачиваться. Мы можем создать и внутреннюю криптовалюту, еще более внутреннюю, которая будет, например, использовать эфир в обмен на какие-то там другие токены, которые мы создадим, напишем. Что-то около того. Всего один слайд истории. Я все-таки люблю немного историю. Виталик это чувак, который создал эфириум. Придумал идею, посмотрев на биткоин, он еще в 2012 году. В 2013 он об этом всем рассказал. Стартовал краудфандинговую платформу, начал собирать на все это деньги. Собрал огромную сумму денег, честно не помню какую. И в 2015 году он уже это все запустил. То есть эфир, он так же, как и биткоин, является полностью опенсорсным. У него есть реализация на совершенно разные платформы. То есть самая первая реализация написана на Go. Ну, первая такая именно полномасштабная, законченная, красивенькая. Она написана на Go. И она является самым часто используемым репозиторием. Потому что все любят ее. Ну, Go это хороший достаточный язык. Это такое совмещение скорости C и плюсов с уже каким-то более высокоуровневым интерфейсом. И удобством работать, чтобы не совсем там с указателями играться. С ним тоже можно, но как бы чуть-чуть проще и чуть-чуть симпатичнее это все выглядит. Дальше. Вспомним прошлую лекцию. Я думаю, я надеюсь, что все повторили материал, что все хоть что-то допомнят. Блокчейн — это наша цепочка блоков. Все вот так просто. У нас в этих цепочках блоков есть наши там вспомогательные поля, которые находятся в хедерах. Это там таймстэмпы, индексы, нонсы и так далее, и тому подобное. Также есть хэши, которые помогают нам все это проверять, ссылаясь друг на друга. И есть у нас дата. Это то место, куда засовываются наши транзакции. Когда мы говорили о биткоине, туда засовывались наши транзакции о переводе денежек. То есть биткоинов с одного адреса на какой-то другой адрес. И, к слову, вспомним, что наша цепочка выглядит не совсем как полностью прямая линия. Выглядит она как немножко вот такая вот развлекленная линия, в которой при помощи в эфириуме, например, алгоритма ГОСТ определяется самое... Как бы он звучит сложно, на самом деле он абсолютно топорный. Это определяется самая длинная цепочка и устанавливается как главная. То есть если приходит, например, еще парочка блоков придет на вот эту вот фиолетовую цепочку, то со временем она станет главной, когда на один блок станет больше. Вот. Этот момент, я думаю, все помнят. Я опять же на это надеюсь. Все транзакции наших ланек хранятся в блоках. Все блоки у нас собираются при помощи майнинга, выстраиваются в одну какую-то красивую нашу цепочечку. И там все хэши, все проверки происходят на всех узлах. Вот. Будьте здоровы, кто-то там. И как-то так. Что мы сегодня поменяем? Сегодня мы поменяем то, что у нас в поле дата будут храниться все те же транзакции. Но эти транзакции будут содержать у нас не только деньги, которые биткоины мы передали друг другу, или не только эфиры, которые эфир такая же самая криптовалюта в каком-то смысле. И мы также можем при помощи транзакций передавать друг другу деньги. Но внутри наших транзакций сегодня будут не только эфиры и биткоины, а еще и такая вещь, как смарт-контракты. Что такое смарт-контракты? Вот. Пока что самое абстрактное определение. Смарт-контракты – это когда мы можем выполнить соглашение между определенными участниками системы блокчейн без каких-либо посредников. То есть, опять же, говоря фразу «без посредников», я подразумеваю, что в системе все майнеры являются посредниками. Не смайнит один, так смайнит другой. То есть, никто нашу правильную валидную транзакцию куда-то там закинуть и не смайнить в конечном итоге не может. Она все равно рано или поздно пройдет, если она правильная. Вот. Поэтому мы, например, такой, я со своим другом хочу продать машину. Мне не нравится, что я продаю машину через наш МРЭО. И мне не нравится, что я там провожу сутки, сидя там, ковыряясь в бумажках, разбираясь там, укладывая всякие договоры и еще всякую ересь. Сейчас, благо, эту систему уже оптимизировали, но, допустим, вкинем как лет пять назад, у нас все было очень плохо с перепродажей машин. И вот я такой продвинутый человек, который использует эфириум, хочет продать эту машину при помощи какого-то электронного контракта. Предположим, что Украина продвинутая страна, ее правительство достаточно в курсе о том, что можно не только там бегункам сотни баксов платить за то, чтобы они за вас делали всякие договоры, но еще и делает электронные системы и достаточно хорошо интегрирует их, чтобы делать всякие там бухгалтерские штучки через наши вот интернеты, как их называют, и всякое такое. А я, как суперпродвинутый человек, еще решил использовать не просто интернет, а решил использовать блокчейн, потому что я никому не доверяю, все злостные там за мной следят и хотят мне только зла. Поэтому что я делаю? Внутри системы блокчейна я вместе со своим человеком, которому я эту машину продаю, укладываю контракт. Контракт я укладываю в виде кода, то есть я, по сути, прописываю, что будет при каких-то конкретных определенных действиях. То есть в первую очередь, что нам нужно сделать, когда я продаю машину? У меня есть деньги, у него есть машина. Или я хочу купить машину, наверное, лучше будет. У меня есть деньги, у него есть машина. Я хочу сделать просто топорный обмен, но этот обмен я хочу зарегистрировать еще в государстве. Собственно, как это делается? Мне нужно тогда прописать внутри контракта процесс того, что я куда-то закидываю деньги, процесс того, что он каким-то образом передает мне машину. И третий процесс, то, что это все еще и подтверждает государство. Отлично, как бы всего три процесса, все достаточно просто. Но есть у нас одна сложность, то, что это все нужно сделать атомарно. Что такое атомарно? Чтобы на каких-либо этапах это все, если оно где-то прервется, то все вернулось на свои места. И не было нигде каких-то там хвостов, что я, например, ему передал деньги, а он уже в этой стране не живет. Как часто такое бывает. Для этого я, как крутой разработчик, укладываю контракт и прописываю в нем действительно все так, чтобы это работало атомарно. Например, я создаю какую-то функцию, которая говорит, что когда я положу на вот этот счет деньги, я уже за эти деньги не отвечаю. За эти деньги отвечает мой контракт, которому я прописал алгоритм и получил ему что-то сделать. Сам контракт и выступает своего рода посредником между нами. Затем, когда, например, этот чувак, который мне машину продает, высылает ключи по почте. Допустим, наша новая почта суперумная, она может просканировать посылку, сказать, таки да, это именно те ключи, которые надо. И вот этот вот трекинговый адрес этой почты тоже засовывается в контракт. Например. И третий момент – это регистрация этого всего дела в государстве. Допустим, когда первые два этапа, то есть я закинул деньги, посылка дошла, когда эти два этапа прошли, то третьим этапом я отправляю это все и регистрирую где-то в официальной базе нашего государства. И, соответственно, деньги уже лежат на счету контракта. Это мой первый этап. Дальше. Ключи отправлены мне по почте. Как только я их получу, новая почта тоже что-то закинет там в наш контракт. Контракт будет знать о том, что я получил ключи. И третий этап – это отправка, регистрация в базе. Когда я получил ключи и деньги остались на счете, контракт пробует зарегистрировать, например, это все где-то в нашем государстве, получает ответ «Окей» и берет эти же деньги самостоятельно после этого ответа «Окей». Перекидывает на счет продавца машины. Все отлично, все довольны. То есть, если на каком-то моменте что-то оборвется, то есть, например, до момента регистрации машины я могу эти ключи не забирать. То есть, я прихожу в новую почту, мне говорят «Не-не-не, еще как бы все не прошло, сегодня ты это не заберешь». И я там жду уведомления о том, чтобы все как бы прошло успешно, я уже мог забрать ключи. И аналогично, если, например, там база снова отменит, и деньги останутся на счету контракта, соответственно, он не их просто вернет. Новая почта вышлет обратно ему ключи, а мне вернутся мои деньги. То есть, все достаточно можно сделать атомарно, если подойти к этому с умом. Но это в идеальном государстве. У нас трекингов новой почты нет, и ни в какие контракты написать не будет. Да и государство наше не сильно поддерживает электронные системы, чтобы я каким-то образом мог зарегистрировать себя онлайн в базе данных, потому что я владелец автомобиля. Поэтому что имеем, то имеем. Для безопасности всего вот этого вот процесса, который я только что рассказал, в первую очередь нужно что? Нужно под подписи обеих сторон договора. Нужно это за тем, чтобы я вообще знал, как бы этот контракт, который я куда-то залил и что-то сделал, его подписал реальный продавец машины, или это какой-то там просто пришедший человек в интернет такой, о, контракт, дай-ка я его подпишу. И машины у меня нет, ничего нет, ну, как-то так оно работает. То есть, нужны обязательно электронные подписи аккаунтов с двух сторон, что мы заверили наш контракт, который мы написали, о том, что вот я являюсь там покупателем машины, а он является именно продавцом этой машины. И что все красиво, классно и замечательно. И следующий пункт, это то, о чем мы говорили в прошлый раз в блокчейне, невозможность изменения договора. То есть, что когда мы этот договор написали и согласовали там друг с другом, мы его вот в том виде, в котором мы написали, залили в блокчейн, и дальше ничего с ним нельзя было сделать. Если мы захотим как-то его изменить, я такой-то, ага, я там злостный хакер, который возьмет там и вот эту вот сторону с деньгами, изменит там адрес получателя и отправителя. И когда все закончится, деньги вернутся обратно мне, и у меня будет и машина, и деньги. Вот чтобы такого не получилось, код контракта, который мы заливаем в систему, должен остаться неизменным все время, пока он там лежит. То есть, никогда его менять вообще нельзя. Я думаю, с этим как бы определились, это достаточно понятно. Теперь чуть-чуть технических объяснений, точнее, ну, да, вот, чуть-чуть технических объяснений, но более простым языком. Я уже в прошлый раз вроде бы говорил, чтобы мы воспринимали блокчейн как какую-то базу данных, в которую можно все сложить, в которой можно все посмотреть и проверить, но в которой ничего нельзя изменить. Да? Ну, как бы под словом ничего невозможно удалить или изменить, это есть небольшая отсылка, к которой я чуть-чуть позже вернусь. Дальше. Что такое смарт-контракт? Вот в таком вот абстрактном представлении нашей базы данных. Смарт-контракт своего рода является хранимой процедурой. То есть, когда мы что-то складываем в нашу базу данных, этот смарт-контракт активируется, как какой-то триггер, да, и что-то там делает. То, что мы в него забили и то, что мы там прописали. Как бы, к слову, код его изменить нельзя. То есть мы этому хранимую процедуру создаем единожды. И активировать мы его можем как бы сколько раз, сколько мы прописали это в контракте. То есть мы ничего не прописывали, можно дергать его сколько угодно, да, и он будет отрабатывать то, что в нем заложено изначально. Да? Все транзакции, которые как бы проверяются внутри системы блокчейн, их проверяет не сама база данных. То есть когда мы что-то складываем в базу данных, да, там есть какие-то, например, not null constraint и еще всякая такая ересь, да, которую проверяет сама база. И сама база в случае чего отрежектирует. То вот тут работает не совсем так. База как бы всегда это все принимает, но ее отдельные репликации каждый раз там будут смотреть и проверять, что вот смотрите, здесь как-то что-то не так, здесь там что-то не пошло, и не принимать определенные значения. И вот та пометка, которую я сделал, в нашей условной транзакции сохраняется именно код смарт-контракта. То есть не то, что находится внутри. К слову, там не сохраняются там наши деньги, да, их можно изменить, потому что сохраняются они именно в коде контракта, в том, как он прописан. Там есть определенные участки памяти, там все, что надо есть, да. Неизменным является только код контракта. Мы же-то все-таки деньги как-то туда присылаем, и баланс на счету контракта как-то доменяется. Соответственно, если бы у нас все было неизменно, мы бы не смогли никак с этим работать. Вот один раз засунули, и радуемся жизни. Можем только прочитать. Это как интернет до 2000-х годов. Просто редонли странички. Даже Википедию редактировать нельзя было. Вот. То есть здесь мы заливаем единожды код, с ним ничего уже нельзя сделать, но кодом этим мы можем пользоваться в полной мере, в зависимости от того, как мы его написали. Вроде понятно. Вроде понятно. Надеюсь на это. Если что, задавайте в конце вопросы. Я буду более подробно объяснять какие-то моменты. Дальше. Код контракта на платформе Ethereum выполняется на языке Solidity. Язык Solidity – это какая-то смесь Java и C, что-то похожее. Он является объектно-ориентированным. Выглядит он примерно вот так. Контракты прописываются тоже примерно вот так. То есть у нас есть какой-то там… Ну, мы определяем там нашу версию Solidity, например. Пишем один раз. Вот у нас есть наш контракт. И дальше пишем как бы то, что мы хотим в нем видеть. То есть у нас чисто объектно-ориентированная такая система. У нас внутри нашего объекта контракта у нас хранятся то, что мы туда хотим засунуть. И есть у этого контракта методы, которые мы можем как-то прописать и впоследствии их исполнять. То, как мы их пропишем и как мы будем исполнять, все зависит от нас. Тут ограничений нет. Дальше. Solidity – это Тюринг полный язык. Если не вдаваться сильно в математические подробности, то Тюринг полный язык обозначает то, что мы можем на этом языке написать в принципе все, что угодно. То есть все то, что мы задумали, в теории оно может работать. Понятно, что для этого нужны будут какие-то интеграции, какие-то там может более сложные функции. Но невозможно на этом языке как бы придумать что-то такое, чтобы невозможно было на нем реализовать. С точки зрения математики. Ну и нашей вселенной. Там государств, законодательств наших. Как бы в космос тоже на нем особо не полетишь. Это уже физические законы. Но чисто в теории мы на нем можем написать реально все, что угодно. Для создания контрактов и их выполнения необходим газ. Что такое газ? Я уже говорил, что эфириум является платформой блокчейн, а эфир валютой. То вот для работы внутри этой платформы нам нужна валюта, эфир. Правила, которые работают с биткоином, они все здесь в принципе сохраняются. То есть у нас есть какие-то транзакции, которые ходят по системе. Эти транзакции майнят майнеры. Этим майнерам тоже нужно получать какие-то деньги, выполнять эмиссию валюты, соответственно. В том числе за мои транзакции, за любые мои действия в системе, кроме чтения, я должен платить. То есть платить я должен тоже чем-то. И вот это что-то, это валюта эфир. Газ это плата за нашу транзакцию. Выставляется это в виде газ прайс, газ лимит. Это я более подробно расскажу уже на практическом занятии, чтобы это было наглядно понятно. Сегодня я вот так чисто показать, чтобы вы были готовы в следующий раз, уже имели какие-то теоретические знания на этот счет. Дальше. Контракт наш, вот этот вот. Компилируется. Байт-код. Практически такой же, как на Java. Он достаточно похож. Но работает он на AVM. AVM это Ethereum Virtual Machine наша, которую я указал вот здесь. То есть вот оно действительно похоже на Java, но как бы выполняется в вот этой вот распределенной системе блокчейн. То есть там свои ограничения, свои сложности. И в том числе, как считается вот этот вот газ? Этот газ считается первое за количество операций, которое было сделано. То есть наш вот этот вот код превращается в какой-то набор команд. Для нашей, ну, на самом низком уровне, понятно, это набор машинных кодов, которые исполняет наш компьютер. На чуть более высоком уровне это команды байт-кода, которые понимает машина EVM. И впоследствии уже их там выполняет на какой-то там реальной системе. И вот количество этих команд, за каждую команду снимается определенный газ. И второе, как бы, за что снимается газ, это за объем потребляемой памяти. То есть за то, что мы храним в контракте. Чем больше мы храним в контракте, тем, соответственно, больше у нас тоже жрется нашего эфира. Вот так. Здесь, надеюсь, все достаточно понятно. Дальше поговорим. Я уже вторую лекцию говорю, что такое аккаунты, что такое контракты. Ну, не объясняя толком, как это работает именно на каком-то примере. Аккаунты, по сути, это наш приватный ключ, который достаточно уникален в рамках системы эфириум или биткоин, например. Из которого мы можем получить наш уникальный адрес. Адрес имеет фиксированную длину. Пример адреса можно увидеть вот здесь. Деньги на него кидать не надо. Я его взял просто в интернете, он даже не мой. В следующий раз, если кто-то все-таки закинет, надо будет прикрепить свой сюда все же. Выглядит он примерно вот так. Он действительно является получением, он получается из приватного ключа. Получить его можно из приватного ключа сколько угодно раз он будет идентичным. И для того, чтобы у нас любая транзакция работала, и для того, чтобы действительно система понимала, что вот именно вот этот адрес исполняет эту транзакцию, мы приватным ключом все в системе подписываем. То есть асимметричное шифрование. Я надеюсь, хоть часть людей в курсе приблизительно, как оно работает. Соответственно, оно используется повсеместно, оно используется во всех наших транзакциях, оно используется при сборке блоков, при всем вот этом. Вот как-то так оно работает. И вот этот вот адрес является уникальным в системе. То есть шанс коллизий крайне невысок. То есть можно там 50-100 лет создавать в цикле новые и новые аккаунты. И шанс того, что вы попадете на такой же приватный ключ и создадите такой же адрес, он очень и очень невысок. Дальше. Когда мы создаем контракт, вот тот, который я вам показал в системе, мы на самом деле создаем не только транзакцию, а мы создаем транзакцию, которая впоследствии прикрепляется к определенному аккаунту. То есть в системе Ethereum контракт, код, который вы залили, является аккаунтом. И когда вы заливаете новый код, вы, соответственно, создаете новый аккаунт, на котором, опять же, могут лежать эфиры, к которому можно обращаться, на адрес которого можно кидать какие-то транзакции. То есть он может быть получателем какой-то транзакции. И при помощи этих же транзакций можно и делать вызовы методов контракта. То есть в поле дата, которое было там в блоке, в котором лежат транзакции, в этих же транзакциях будет валяться уже не там to, from и amount какой-то, а вместо поля amount будет валяться какой-то, например, кусочек кода, вызова какого-то метода, например. Это все кодируется, передается в бинарном виде. На следующей лекции, точнее, это уже будет практика, я покажу, как это все делается и какой вид оно имеет. И таким образом мы можем взаимодействовать с нашим контрактом. На самом деле все вот эти вот аккаунты, они не хранятся в системе. Система только знает о том, что этот аккаунт существует в тот момент, когда на него первый раз прилетели деньги. То есть на самом деле вы можете у себя на компьютере при помощи алгоритма, который использует Ethereum, создать сколько угодно этих аккаунтов. Но реально их в системе не будет до того момента, пока на их адрес, на вот этот вот адрес, который указан здесь, например, не придут какие-то средства. После этого система Ethereum уже в курсе, что такой аккаунт действительно существует, и на его месте хранятся какие-то средства. И при помощи приватного ключа, который у вас, надеюсь, сохранился при создании этого аккаунта, вы можете этим аккаунтом управлять, использовать те средства, которые на нем лежат, создавать контракты, транзакции, отправлять кому-то другие деньги и как угодно взаимодействовать с системой Ethereum. Как-то так. У меня дальше уже идут немножко другие дебри с ответвлениями. Давайте я, наверное, сейчас сделаю рубрику вопросов небольших. У кого есть какие вопросы именно по смарт-контрактам? И еще второй вопрос, наверное, от меня, это где микрофон с Кристиной? Хорошо. Я буду тогда повторять вопрос для того, чтобы он был слышен и на записи, для того, чтобы вы его слышали. Да. Да, то есть, как бы, если бы действительно Ethereum стартовал сразу как полноценная сеть, которая стоит там много и много денег, то людей, которые разрабатывают на этом Ethereum, было бы очень и очень мало, потому что никто бы не хотел там отдавать, кажется, 100 баксов за то, чтобы поиграться с тестируемым каким-то контрактом. Для этого у Ethereum существует несколько тестовых сетей. Например, там Robsten, у них там Rinkibaya называется, как-то еще. Вот. То есть, там есть целая пачка систем. И с ними можно работать, то есть, непосредственно в интерфейсе кошелька нашего Ethereum, с официального источника, с GitHub, например, откуда там вы его скачиваете. Вы можете прямо там сверху переключиться на какую-то другую сеть. То есть, даже если вы не являетесь разработчиком, а вы, например, боитесь использовать интерфейс системы Ethereum, вы поставили кошелек, переключились на тестовую сеть и играетесь вначале с ним. Отправляете кому-то там транзакции, получаете деньги, смотрите, как это работает. Затем переключились обратно на другую сеть, и у вас все хорошо. То есть, что же такое вот эта вот сеть? По сути, это просто запущенный два раза разный начальный блок. Вот блок нулевой у этих двух сетей, он разный. Соответственно, и все цепочки, которые выстроились дальше, они тоже разные. То есть, вы одновременно можете у себя на компьютере, например, запустить и оригинальный Ethereum, да, и какую-то его тестовую сеть. И они будут работать параллельно друг с другом, и друг друга никак не трогать, и никак друг с другом не взаимодействовать. Если вы захотите, например, да, кстати, приватные ключи друг от друга на самом деле подходят. То есть, вы можете и на тестовой системе, и на обычной системе использовать один и тот же аккаунт. Потому что, как я до этого говорил, все это используется как бы вне самой системы. Аккаунт создается вне системы. Это просто приватный ключ, и от него сделан какой-то адрес. Поэтому, как бы, если вы захотите, вы можете один и тот же аккаунт использовать как на тестовой, так и на общей сети. И с этим часто тоже много проблем, потому что кто-то, например, забыл, отправил не там, использовал этот тестовый аккаунт где-то на настоящей сети и потерял кучу денег. В связи с такими случаями, даже когда устанавливаете валют и используете тестовые сети, эфир вам каждый раз будет кричать, типа, чувак, ты на тестовой сети, чувак, ты на реальной сети, типа, не делай глупости, ты уверен, что ты хочешь это сделать? И вы миллион раз будете нажимать, да, 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 я все-таки, я точно понимаю, что я делаю. Как-то так это работает. Еще вопросы насчет смарт-контрактов. Какое-то там непонимание есть в такой, вот в таком вот виде, достаточно абстрактном. Еще один есть, да. Да. Аккаунтом является как и ваш обычный аккаунт, так и смарт-контракт. То есть, на самом деле, они не особо друг от друга отличаются. Каждый из них может хранить в себе эфиры, да, он может эти эфиры кому-то отправлять, он может как-то с ними оперировать, но единственное, за свой аккаунт отвечаете вы, и вы делаете это руками, как вы хотите, да. А за аккаунт контракта отвечает код контракта, который написан. То есть, если в нем прописано, что он может отправлять кому-то какие-то деньги, он будет это делать там по каким-то условиям, которые прописаны. Если нет, то нет. То есть, как-то так. Просто когда вы создаете новый смарт-контракт, вы на самом деле создаете новый аккаунт. Да. Ну, начнем, наверное, уже с сложной вопроса, если что, потом вернусь. Нет, не приходилось. То есть, на самом деле, уже... Да. Вопрос был в том, что у нас помимо Solidity существуют еще другие языки, на которых можно разрабатывать это все дело. Кратко объясню, почему это вообще может существовать. У нас есть машина AVM, которая принимает байт-код. Ну, или вот в том виде, как она этот байт-код себе сделала. Если мы напишем язык, который будет компилироваться в этот байт-код, но свой язык, он таким же образом будет работать с этой системой, как и любой другой. Если мы сильно захотим, мы это тоже можем сделать. С Java все то же самое, например. Да, просто Oracle лицензию отберет сразу. И вопрос был в том, что использовал ли я другие языки для того, чтобы работать с Ethereum. Я не использовал ничего другого, кроме Solidity. То есть, для тестовых целей я игрался еще в начале, когда мы делали проекты. Но реально я не сталкивался с задачами, в которых бы Solidity как-то проседал по скорости или там еще почему-то. То есть, чаще всего мы какие-то очень сложные контракты разбивали на более маленькие для того, чтобы эти модули были взаимозаменяемыми и как-то его передеплоивать и работать с ними. Поэтому логика была достаточно простой. И мы даже не задавались целью того, чтобы поизучать что-то другое, потому что мы не сталкивались именно с проблемами, которые бы нас как-то могли блочить или мешать работу нашей системы, используя Solidity. Нет, мы, кстати, достаточно мало работали с какими-то объемными именно алгоритмическими штуками внутри Solidity. Да, мы сталкивались с тем, что на тестовых системах у нас действительно, если мы делаем какие-то проходы по циклам масштабные, или если мы работаем с какими-то алгоритмами, то действительно Solidity в этом плане проседает. Во-первых, там байт-код, я когда-то читал статью насчет того, что там байт-код идет не совсем логичен, то есть там можно его оптимизировать. В связи с этим тратится больше газа и медленнее исполняется вся эта система, поэтому действительно есть другие языки, которые на этой же платформе позволяют определенные вещи делать быстрее. Вот. Это как и в простом программировании. Да, у нас есть, например, там какая-то Java, опять же, на которой сильно real-time систему не напишешь, потому что нужно все-таки ждать, пока это все обработается, да, либо использовать супер-супер мощные компьютеры. И у нас есть какой-то там C или даже Assembler, например, если нам нужно супер быстро что-то написать. То есть на Assembler веб-сервере особо не напишешь. Ну, как бы напишешь, но на это уйдут годы просто, чтобы на то, чтобы это все собрать и написать. Это колоссальный код, который невозможно читать. Так и здесь. Solidity, он похож больше на ту же Java, там на JavaScript, что-то среднее. И он более, он прост в изучении, он действительно прост. И удобен для того, чтобы писать действительно какие-то бизнес-логики и достаточно логические системы. То есть в первую очередь контракты у нас создавались для чего? Для того, чтобы мы там могли взаимодействовать друг с другом. Продавать там, не знаю, машины, лицензирование делать, там криптовалюты создавать. Для этого нам не нужны были какие-то сильно большие дебри с алгоритмами. Потом, когда начали blockchain использовать уже и в других направлениях, там они уже эти дебри появились. Для этого и придуманы были другие языки. Там еще сзади где-то были более простые вопросы. Я помню руки. А что такое газ? Газ это просто какая-то часть эфириума, которая тратится на выполнение транзакций. Эфира, да. Ну, да, предполагают... Для тех, кто его понятен. Да, то есть предполагают его как процессорное время, действительно. Но этот же газ мы можем поставить... Там есть два параметра газ-лимит и газ-прайс. И мы на самом деле в наших системах можем поставить его как мы хотим и настроить совершенно другим образом. Да. Еще раз. Почему мы тратим газ для транзакций? Тратим газ для транзакций мы потому, что у нас proof-of-work. Вот на прошлой лекции я рассказывал, что такое proof-of-work. Он здесь сохраняется. Я чуть дальше затрону... Уже в практическом применении я затрону другие варианты нашего консенсуса. Здесь мы говорим о чем-то более таком... Самым первым появившимся и простом это proof-of-work. То есть нам нужна работа для того, чтобы система функционировала. И вот эта работа, она должна быть оплачиваемая. И для нее используется этот газ, который прикрепляется к транзакции как к плате за ее выполнение и отдается майнеру, который этот блок смайнил в конечном итоге. Как-то так. Газа, она доступна к ограничениям, чтобы в этих инвестициях еще не было так? Да. То есть у нас, повторю фразу, то, что у нас еще ограничение по газу служит защитой от рекурсии или каких-то там бесконечных вызовов внутри контракта. Ограничение по газу восстанавливается на блок. У нас весь блок имеет какой-то лимит, который мы не можем превысить. И если, например, мы закидываем... Ну, у нас есть на самом деле у блока два ограничения. Первый по памяти, если мы говорим за эфириум. И второй у нас по газу, это лимит газа. Если мы закидываем слишком много транзакций, которые в совокупности превышают лимит нашего блока, то майнер же не сможет его собрать. Он его как-то перегенеривает с меньшим количеством транзакций. И тут же мы решаем еще такую проблему. Если у нас одна транзакция, которая вызывает каким-то образом у нас внутри солидити какой-то код, какой-то метод, то эта транзакция может рано или поздно зациклиться. Мы можем как-то что-то не то написать и сделать бесконечный вызов внутри нашего контракта. Чтобы вот это вот не сожрало все наши деньги, у нас установлен газ лимит. То есть сожрет оно только часть наших денег. Чтобы мы не совсем так сильно грустили, когда что-то отправили в контракт и так сильно не плакали. И если это, к слову, о неокончательном выполнении, на самом-то деле у нас считается весь этот газ изначально только примерно. Если он изначально действительно превышает газ лимит нашего блока, то мы эту транзакцию просто не отправим, потому что наш клиент начнет ругаться и говорить о том, что не стоит этого делать и делая что-то не то. Давай мы не будем ее отправлять. Но если он посчитал, что мы вот как-то в аккуратно влезаем, а внутри при выполнении самого блока изменилось, например, пока мы там проверяли это все, изменилось состояние сети, изменилось состояние нашего контракта, там что-то поменялось внутри. И когда мы реально выполнили эту транзакцию, то мы чуть-чуть вот не уложились. И транзакция вроде как бы ушла, вроде как бы все хорошо, но почему-то результатов нет. Вот результата нет, потому что мы уперлись в этот газ лимит в конечном итоге, и у нас какой-то маленький кусочек кода в конце, такие оторвало. Такие случаи тоже бывают. И они вот в приватных сетях, если мы говорим о большом количестве транзакций, о большом количестве контрактов, с которыми мы работаем, и достаточной скорости их выполнения, то такие проблемы действительно встречаются. И так мы можем попасть на деньги. Как-то так. Ну, тут мне говорят еще добавить, что газ-то защита от DDoS. Защита от DDoS я согласен, с одной стороны. С другой стороны, у нас изначально говорится о том, что все транзакции достаточно дороги в системе. То есть DDoS как таковой, он уже очень и очень и очень дорог. То есть его уже в целом не особо-то может быть. И если все же этот DDoS как-то случается, например, около года назад, чуть-чуть меньше, появились котики или как-то так это приложение. Криптокитис, да. Это приложение великолепное. Там, где за криптовалюту можно было покупать, продавать, генерировать каких-то котов. Вот реально просто котов. Вот в сети. И все. И больше ничего в этом приложении не было. И вот эта штука положила эфириум на две недели. Просто то, что люди могли отдавать свои деньги из электронных котов, положила эфириум реально на две недели. И он работал очень медленно. Он не принимал нормально эти транзакции. И задержка была колоссальная просто. То есть у многих людей действительно все две недели не проходила ни одна транзакция. Вот они там отправили какой-то срочный, например, важный перевод. Не знаю. В то время же еще курс очень сильно рос. Это было прямо перед обвалом. И все там пытались продать, купить. И вот на две недели никто не мог нормально ни продать, ни купить. А курс рос. Потому что котики были все еще более популярными, еще более популярными. И получился такой парадокс. Вроде бы все хорошо и классно, курс растет. А сделать мы с этим ничего не можем. Потому что реальной системой пользоваться невозможно. Слишком много в пуле висячих транзакций. Майнеры не успевают это все обработать. Потому что у нас, опять же, наши два ограничения по размеру блока и по газу в блоке. И мы сталкиваемся с зависшей нашей системой на две недели. Как-то так. Там еще сзади вопросы какие-то были, я помню. Появились спереди. Хорошо. Да, вопрос в том, если мы просто совершаем транзакцию от одного пользователя к другому и передаем какие-то деньги. Это действительно будет просто транзакция по передаче средств, по передаче эфира. То есть от одного адреса к другому. Работает это все практически аналогично с биткоином, действительно. То есть те же все будут подписи, те же проверки. И без участия написанных смарт-контрактов, то есть без вызовов каких-то там дополнительных аккаунтов и передачи туда транзакции с вызовами методов. То есть без этого всего просто будет ту, фром и сколько кому передается. Ну, это в упрощенном варианте. Понятно, что там еще много проверок. Да, то есть на солидите этого кода, связанного с аккаунтом, там не будет. Вызовов методов таких тоже не будет. То есть, но это не будет смарт-контрактом как таковым, потому что это прописано внутри самой системы эфириум. То есть вся логика по передаче средств от одного кошелька к другому, она прописана не в виде смарт-контракта, который там участвует, например, в этой передаче. Мы можем создать смарт-контракт, при помощи которого мы будем передавать друг другу деньги. Но это нет смысла, потому что для этого есть уже стандартный алгоритм, который встроен в систему эфириум, в его клиенты. И мы при помощи стандартной функции можем провести такую операцию, без использования каких-то аккаунтов дополнительных. Газ за это берется, потому что даже в биткоине не имея... Ну, в биткоине на самом деле есть смарт-контракты, просто они не тюринг-полные, там скриптовый язык, и там все не очень хорошо в этом плане, его не используют для того, чтобы писать на нем смарт-контракты. Но просто для передачи денег от одного аккаунта к другому в биткоине тоже используется какая-то комиссия. Просто она называется не газ. Газ – это как бы слово, которое там в эфире используется. То есть это такая же комиссия и часть денег, которые уходят на вот эту вот операцию. Здесь аналогично. То есть просто при передаче денег от одного какого-то кошелька к другому у нас тоже потребуется определенное количество газа. Чуть меньше, чем мы бы вызывали какие-то сложные контракты, но потребуется. Ну да, то есть я это, кстати, вроде уже говорил о том, что у нас есть аккаунты, которые принадлежат контрактам, и аккаунты, которые принадлежат просто пользователям обычным. То есть и между ними можно передавать средства, как и между контрактами, даже двумя контрактами, они тоже друг другу могут кидать деньги, если это прописано в коде, так и между двумя просто аккаунтами обычными, пользовательскими. Да, там сзади очень долго тянет руку девушка. Да, ты говорил о том, что мы можем не уложиться в газ-лимит, там какой-то кусочек кода, вот бывают такие ситуации. То есть, во-первых, этот газ-лимит прописывается изначально в контракте, я так понимаю, да или нет? А газ-лимит прописывается, ну, я так понимаю, вы имеете в виду лимит по блоку. Да. Да, лимит по блоку, он определяется сетью. То есть, если мы говорим там за наш приватный блокчейн, мы его можем установить в сети. Если мы говорим за общую систему эфириум, он там уже установлен. То есть, его превысить мы не можем. И он устанавливается изначально в генезис-блоке. Вот сейчас я чуть-чуть переключу назад. Соответственно, вот наш как бы нулевой блок. И вот здесь будет еще одно поле, которое будет там газ-лимит, например. И оно же устанавливает то, какой у нас будет впоследствии газ максимальный в других блоках и сколько транзакций мы туда можем уместить. В зависимости от этого газа. Но он устанавливает его в зависимости от сложности контракта? Нет, он не устанавливает его в зависимости от сложности контракта. Он общий на всю сеть идет. Единый? Да, в эфире, насколько я знаю, он не меняется со временем. Он устанавливается один раз. В наших приватных системах мы можем его редактировать и регулировать, как мы хотим. То есть, он регулируемый? Да, но только в наших приватных системах. Да, то есть, когда мы что-то разрабатываем и используем для тестов, например, свой приватный блокчейн. Там мы можем его отрегулировать. И вопрос такой, можно поподробнее, как мы можем превысить этот газ-лимит? Потому что, ну, до этого было сказано, что что-то там изменилось. Может быть, я не уловила мысль. Ну, изменение контракта, в принципе, невозможно до его окончательного написания. Изменение контракта невозможно в принципе. То есть, вот вы один раз его деплоите. Да, изменяться может состояние контракта. Вот, к слову. Вот здесь в контракте у нас есть поля, которые хранятся. Например, адрес владельца этого контракта. Да, или там вот здесь это цена за отправку каких-то денег. То есть, это кусочек контракта криптовалюты просто для примера. И вот эти поля, они же изменяемые. То есть, они хранятся внутри контракта. Код контракта изменить нельзя. Вот он как такой залит туда, так он и будет. Но сам контракт может хранить в себе какую-то информацию. То есть, эта информация на самом-то деле. Она будет храниться внутри транзакций, которые исполняются в этом контракте при вызове этих методов. То есть, например, изначально поле owner, оно будет создаваться тогда, когда мы этот контракт создали. Как процесс происходит? Мы просто берем в системе, создаем, запихиваем туда наш вот этот вот код. Он превращается в какой-то бинарник, засовывается внутрь транзакции, которая создается при помощи определенного алгоритма. Туда прописывается адрес to, то есть новый сгенерированный адрес контракта, который система сама подстраивает. И эта транзакция выполняется. То есть, по сути, эта транзакция to, from. From – это мы, люди, которые этот контракт хотят создать. To – это новый сгенерированный адрес контракт. И сама транзакция – это бинарный код контракта, в котором что-то выполняется. Например, в этом же коде сетится изначальный owner, я, который там создал этот контракт. Впоследствии мы можем здесь написать метод, например, changeOwner. И мы, вызывая метод контракта, отправляем туда новый owner. Это снова будет новая транзакция. Но вот этот вот owner, который хранит контракт, я как бы снова говорю, подразумеваем блокчейн как систему, как какую-то базу данных. Она может что-то хранить. Внутри там транзакции, внутри проверки. Но как бы абстрактно – это база данных, которая может что-то в себе хранить. И вот этот вот owner мы можем там поменять при помощи какой-то новой транзакции и прописанного, например, здесь метода. Как-то так. Да. 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 Как бы случай с тем, что у нас какой-то конец отваливается, он возникает в основном только при повторяющихся действиях. Он не возникает, если у нас какой-то там обычный алгоритм, как вот, например, отправка денег, то, что мы говорили про машину, регистрация там. То есть у нас все действия практически не повторяются, и у нас нет никаких там циклов, да, и нет никакого там большого порядка действий одинаковых выполняющихся подряд. Соответственно, здесь эта ситуация, ну, она практически невозможна. Она, в принципе, в данном случае она невозможна, потому что разработчики, когда создают контракт, они рассчитывают на то, что у нас газлимит ограничен, и они тестируют этот контракт на системах, например, если, ну, понятно, что изначально они тестируются на тестовых каких-то ветках, и проверяется, что мы ни при каких условиях за этот газлимит не вылазим. Никак. Вот. Но если у нас какая-то зацикленность, которая в какой-то момент при изменении состояния системы, она все-таки выходит из этой зацикленности, то в теории у нас такой случай возможен. А я с таким сталкивался на практике. У нас действительно были транзакции, которые практически до конца выполнялись, и они проходили проверки начальные, они были отправлены, но впоследствии они обрывались. А они обрывались, и у вас осталось, что это не принято? А, нет. Они фиксируются. То есть на том моменте, до которого она оборвалась, понятно, что последовательно. Следнее действие, которое там не закончено, оно обрывается, оно останавливается, но все действия, которые были до этого, они действительно сохранялись внутри системы. То есть какое-то состояние контракта и состояние нашей системы менялось, транзакция писалась, что у нас закончены, но не все реальные действия в ней были выполнены. Как-то так, с такими мы сталкивались. Нет, оптимизировали. То есть добавлять, как бы, даже если мы используем приватные системы, наверное, добавлять газы – это последнее, что стоит делать, когда разработчик делает эту систему. Мы все же должны рассчитывать на какие-то более реальные параметры. Можно вколбасить сюда 20 миллиардов этого газ-лимита и существовать с этим, но кому это надо? Да, да. Мы оптимизировали код, используя, например, там не n-квадрат сложности алгоритма, а алгоритмическую какую-то уже примеру, используя бинарный поиск. Газ, для того, чтобы вызвать метод контракта, действительно, каждый раз создается новая транзакция. То есть первая транзакция – это идет создание самого контракта. Это алгоритм создания нашего адреса какого-то нового, уникального, на который впоследствии передается в виде транзакции наш бинарный код. То есть вот это все там переделывается в бинарный код и отправляется туда. И затем каждый раз для того, чтобы вызвать какой-то из методов нашего контракта, мы делаем транзакцию на адрес. То есть отправителями являемся мы, получателями является адрес контракта. И там мы прописываем, опять же, в бинарном виде вызов какого-то из методов нашего контракта. А поскольку за любую транзакцию, которая хоть как-то изменяет систему, требуется платить газ, то да, мы платим каждый раз этот газ. И сам этот газ снимается в тот момент, когда майнер нашу транзакцию обрабатывает и засовывает ее в блок. И этот блок потом как бы постит везде. Последующая стоимость транзакции тоже зависит от реализации кода контракта. Да. То есть если она дорогая была первый раз, она каждый раз была. Не обязательно, то есть все зависит от того, как вы этот код напишите. Опять же, если у нас, например, ну просто, если мы создадим какую-то здесь функцию, например, если, ну там поставим сверху счетчик, да, там какой-то плюс-плюс. Если вы вызвали первый раз, пройди цикл 10 миллионов раз. Если вы вызвали второй раз, все, сразу return 1. Вот как бы уже пример того, что в первый раз у нас сожрется там сколько угодно газа, да, либо мы упремся в лимит, либо нам хватит пройти там эти 10 миллионов итераций. А во второй раз у нас, ну, минимум газа сожрется, потому что все, return 1. Одна проверка, одно условие, и вернули, все, никакого лишнего газа не затронут. Да. Откуда вообще берется газ и кто за него платит при выполнении контракта? При выполнении контракта платит за него, вопрос достаточно хороший, если я как человек использует этот контракт, я вызываю метод этого контракта, то скорее всего плачу я. Почему скорее всего? Потому что у контрактов есть еще такие вещи, как коллбеки, как, например, выполнить какую-то операцию, если на него скинули какие-то средства. То есть вот контракт получает эти средства, у него есть такая вот триггер, и он говорит, ага, я получил деньги, я что-то сделаю. В таком случае, если контракт говорит, я что-то сделаю, да, то он платит за вот эту вот операцию. То есть на, опять же говорю, контракт является таким же, а? Чаще всего отправитель средств на адрес контракта. Если контракт сам выполняет какую-то операцию, триггерится, да, то он уже оплачивает это все дело, потому что на контракте, контракт, на его адресе могут лежать какие-то средства. И если там есть коллбек-функция, которая выполняется в зависимости, например, от, если туда перекинули какие-то средства, да, то уже с контракта спишутся эти средства. Контракт может вызывать другой контракт. Да, и, соответственно, как бы эти контракты будут уже между собой разбираться, как они написаны, кто что делает и кто за что платит. Вот, и, к слову, то, что, как бы цепочки контрактов, это достаточно частая практика, потому что, как я сказал, код контракта нельзя переделать. Если мы один раз его задеплоили, то на этом все. Поэтому мы, например, как разработчик, да, говорим заказчику, ну, смотрите, мы сейчас примерно прикинули, давайте мы это зальем, вы изменить-то потом не сможете. И разработчик смотрит на нас такими глазами, как бы, алло, ребята, я вам тут деньги плачу, как бы, что вы делаете вообще? Для таких случаев мы определенные участки логики записываем в отдельные контракты. И затем эти все контракты между собой дружим. По сути, просто каждый из них знает об адресе другого. Если у нас что-то пошло не так, вот эта логика больше не нужна, как заказчики любят приходить, говорят, смотрите, вы год пилили какую-то фичу, уже не надо. Да, вот это уже не надо. Мы можем реально убрать, да, например, из нашей цепочки, если мы правильно и красиво это все построили, мы там гений разработки, мы все это написали хорошо. Мы можем просто эту цепочку убрать и сдружить контракты уже там по цепочке дальше, например. И сказать, ну, смотри, ты как бы раньше вызывал вот это, теперь вызывай другое. И, по сути, мы не меняем код контракта нигде. Мы просто одному из контрактов, вот как у нас здесь адрес оунера хранился, да, то здесь, например, хранится адрес другого контракта, и мы его просто меняем. Мы, например, деплоим другой контракт уже с другой логикой. И в нашем текущем мы меняем просто адрес. И он теперь запрашивает не один контракт, а другой контракт с уже измененной логикой. Просто ссылаем сюда. Ну, да, с таким же интерфейсом. Понятно, мы же гений разработки, у нас все красиво. Газ берется, у нас есть два параметра, газ прайс и газ лимит, которые мы устанавливаем, когда эту транзакцию отправляем. То есть мы, на самом деле, можем в нашей транзакции тоже лимиты устанавливать, чтобы она там раньше отваливалась, не только по блоку. Вот, и газ, это вычисляется в первую очередь автоматически минимальный. То есть, когда мы отправляем транзакцию, у нас система уже говорит, вы можете вот этот ползунок передвинуть и поставить газ больше или меньше. Вот минимальный это такой, это самая медленная скорость майнинга, потому что, ну, как я говорил на прошлой лекции, майнерам невыгодно забирать сразу те транзакции, которые имеют минимальный газ. Они сразу побольше, типа, начинают кушать, потому что им нужно забрать побольше всего. Либо, если вы хотите, чтобы ваша транзакция прошла быстрее, вы этот газ увеличиваете. То есть есть какой-то минимальный, поставив меньше которого, ваша транзакция просто будет откинута. И есть какой-то, например, максимальный, при котором, ну, на самом деле вы можете поставить как бы еще выше, главное, чтобы вы не уперлись там в лимиты своего кошелька. Тут еще тоже важный вопрос. Но вы реально можете газ восстанавливать сами. У вас средства должны быть на счету. То есть, как и в биткоине, вы либо... Да, да, это часть эфира, то есть газ это эфир, да. Он просто пересчитывается, умножается на этот газ, пересчитывается на эфир. Да, то есть у нас газ прайс, газ лимит, это два наши параметра, которые из, ну, как бы газ прайс, это вот есть цена газа в вэях. Вэях это минимальная часть эфириума у нас, это одна минус восемнадцатой степени. Вот, и потом происходит пересчет на вот этот вот газ, и он отправляет. То есть, у вас газ это такое там волшебное слово, которое определяет комиссию. Вот газ, комиссия, все, ставьте равно, как бы можно с этим примерно радоваться. И у вас при отправке транзакции значения ваши будут писаться в эфирах, чтобы вот вы не путались и не понимали, как бы, что происходит. Да. Вопрос такой, все контракты исполняют майнеры. Это неправда. То есть, контракт это, да. У нас есть вот наш код контракта, да. Этот код контракта потом преобразовывается в какой-то бинарный код, который исполняет машина EVM. Она есть на каждом клиенте, абсолютно на каждом. То есть, как Java машина исполняет это на системе, так же самое здесь. Этот код исполняется на каждом клиенте, когда этот блок-назмайнин, транзакция получается. И вот тут я сразу скажу, то есть, исполняется код контрактов не только на майнерах. Он исполняется реально везде. То есть, вот здесь, в отличие от того же биткоина, да, в котором, ну, максимальная транзакция, которая там может произойти, это отправка денег друг к другу. Она ничего там не стоит и ничего не занимает. Поэтому ее, как бы, спокойно можно отправить всем. То вот здесь ни в чем не повиданные пользователи, которые не сильно хотят тратить мощности своего компьютера, тоже будут исполнять эту транзакцию. Проверяя, тем самым, совпадает ли ответ того, что получил майнер, с ответом того, что получит обычный пользователь. Да, конечно. Да, это делают только майнеры. То есть, изначально все то, что я говорил на прошлой лекции, оно все примерно к эфиру подходит, кроме там 10 минут. Ну, не 10 минут в эфире, там, блок этот раз в 45 секунд, раз в минуту, что-то около, сейчас на сетке, если не ошибаюсь. Вот. И алгоритм у эфириума немного другой. Он занимает достаточно многое количество памяти. Сейчас его тоже на видеокартах спокойно майнят, потому что сейчас и видеокарты стали помощнее, и видеопамять побольше. Но изначально, кстати, эфир майнили на CPU. Потому что это было производительнее раз, потому что алгоритм, который использует эфириум, требовал достаточное количество оперативной памяти. Полтора-два гига, например, для того, чтобы просто собрать и посчитать там один блок. Да, выполнение, то есть, как бы, эталонное выполнение делает майнер, который, вот он собирает блок, он засунул туда все транзакции, он сделал эталонное выполнение, да, и получил какое-то состояние. То есть, ну, у нас же есть, как бы, что у нас есть поля, есть там определенные методы в контракте. То есть, он получил состояние этого контракта, и он это состояние запомнил, да, то есть все, все функции прошли, все операции прошли, газа хватило, все выполнилось, состояние запомнили. И мы это состояние записали в том числе и в хедер блока. И когда этот блок ретранслируется по всем узлам, каждый из узлов берет, прогоняет все то же, что выполнил майнер, и сравнивает, что получилось у него с тем, что получилось у майнера. Если, как бы, и то, и то получилось одинаково, все супер, я этот блок принимаю. Если что-то отличается, то вот тут уже начинается откидывание этих блоков. Да, да. Здесь это действительно немножко несправедливо, немножко. Ну, на самом деле, так кажется, что это очень ресурсоемкая операция. Размер блока, во-первых, ограничен, он небольшой. А во-вторых, AVM, она не сильно много кушает. Она действительно, ну, это, опять же, даже не посмотреть какие-то мемчики в интернете. То есть все равно по затрачиваемым ресурсам это немного. Ну, тут чуть-чуть такая путаница понятий. Proof-of-work – это консенсус того, как блокчейн живет. То есть мы вкладываем, майнеры вкладывают какую-то работу, система процветает и живет. Вот это proof-of-work. AVM – это как просто машина, на которой могут исполняться определенная какая-то логика. Эта логика лежит внутри транзакций. То есть это даже разные степени как бы инкапсуляции. Вот у нас есть транзакция, внутри которой все закрыто. Вот внутренности транзакции отправляются на AVM, грубо говоря. Она там с ними что-то делает, выполняет, смотрит там результаты, получает какие-то результаты. А proof-of-work – это консенсус, который позволяет системе Ethereum создавать новые блоки. То есть мы берем какие-то абстрактные транзакции. Да, мы делаем все проверки внутри, но мы сейчас от этого как бы чуть-чуть отстрегируемся. То есть у нас просто есть какая-то транзакция, есть какие-то хэши, есть что-то, что в этой транзакции внутри происходит. Мы это все как бы прогнали, проверили хэши, что все в порядке, засунули это все в блок и пробуем опять же этот блок собрать. У нас опять же есть там всякие нашинонсы, у нас опять же есть там целые радости по сборке этого блока с идеальными хэшами и с идеальными блоками. Когда у нас это все наконец-то получилось, мы этот блок закидываем дальше. И уже когда другие участники системы получают этот блок, они его разбирают по всем минимальным частям, смотрят, чтобы все везде совпадало, что все транзакции выполнены правильно, что мы получаем такой же результат, если в этих транзакциях были вызовы методов смарт-контракта, то что мы получаем такое же состояние, как и было у майнера. То есть майнер это сделал у себя, затем мы это сделали у себя и сравнили. Если все в порядке, да, нам это нравится, мы это добавляем. Если что-то не так, мы это откидываем. Как-то так. Ну, тут и да, и нет. То есть мы платим глобально за создание транзакции самой. Понятно, что пока у нас ничего не смайнится, мы никому ничего не платим. То есть, ну, когда она уже сманилась, ну, да. Смарт-контракт – это как болванка, которая висит в системе, которую могут все люди из системы использовать. То есть у нас есть, например, контракт, который говорит нам, не знаю, скажи привет, да. И вот вы в этой всей системе, вы такие, блин, хочу потратить немного денег, чтобы мне контракт привет сказал. И отправляете транзакцию на имя контракта с вызовом метода скажи привет. Ну, да, то есть транзакция у нас, в принципе, как бы я на прошлой реакции говорил, что мы транзакцию реально как бы никуда никому не отправляем. У нас нет почтовых голубей, у нас нет каких-то там пересылок или еще чего-то. Транзакция – это момент просто сохранения чего-то в блокчейне, который мы представляем как базу данных. Вот мы просто сохранили, да. Вот мы это сохранили там, и теперь оно на каждых узлах выполняется. То есть если мы сохранили это правильно, все проверки прошли, мы теперь на всех узлах выполняем то, что мы туда сохранили. Да, как-то так. И реально мы не делаем каких-то там отправок чего-то. Мы делаем сохранение с вызовом. То есть когда мы делаем сохранение с вызовом, с вызовом контракта, да, мы тратим наши какие-то деньги на то, чтобы это все произошло. И когда это все проходит у майнера, майнер отправляет это всем, и эти вызовы повторяются и случаются у всех в системе, чтобы сверить как бы контракт. Ой, майнер, ты там не соврал, как бы, вот ты правильно эту транзакцию сделал, ты правильно все вызвал, да. И смотрим у себя, если правильно, добавляем, неправильно, откидываем. Как-то так. Да. Да, то есть, ну, на самом деле, поподробнее это буду затрагивать уже в реальных контрактах. Моменты с реквайерами, моменты там с какими-то асертами. Но сам контракт может решать, например, что вот он не хочет этого пользователя выполнять какую-то транзакцию. Это прописано внутри кода. Мы можем это прописать там где-то вот здесь. То есть, например, мы не хотим, чтобы вот этот вот адрес, да, вызывал методы нашего контракта. Своего рода черный список. И мы где-то вот здесь вот в методе пишем наш реквайер. То есть, что мы требуем, чтобы вот этот адрес как бы никогда не вызывал нашу систему. В таком случае, на самом деле, мы эту транзакцию даже не отправим, потому что она просчитывается и проверяется еще на клиенте. То есть, такая транзакция, она никуда не уйдет, если мы не используем какой-то кастомный клиент. Если мы используем какой-то кастомный клиент, вот, если этот реквайер стоял в самом начале, то потратится денег только на вот этот вот реквайер. Если до этого были какие-то еще функции, какие-то еще методы, то в любом случае, человек, который отправил эту транзакцию, он эти деньги потратит, потому что EVM выполняется, транзакция валидна. Но в какой-то момент контракт сказал, я требую, чтобы этот адрес больше меня там не трогал, и все. То есть, и как бы ничего внутри контракта не меняется, потому что мы так написали этот контракт, чтобы оно ничего не менялось. Ну, а деньги с пользователей все равно за отправку транзакции снимаются. Да? Да. Например, я до появления вырос, например, телеграм-канал удивился. Кажется, что подпишутся на мой канал, получат то, что я руками подписываю, то есть, мне поспитали, и я отправляюсь. Я могу создать смартфон, да. То есть, и пишу там, что вот, например, там, ты поспиталку на телеграм-канал, и получишь одну сотую единицу. Раз, и смарт-контракт, там, на первых, там, уходит, там, на пищи сработает. И все, и я не участвую, то есть, папа у меня вызывается в телеграм-канал, и все спокойненько, когда свои кошельки получают по сотой доллара эфира, там, и все хорошо. Ну, глобально, да, это одно из вариантов применения, если вам оно нравится. Ну, такие случаи, как с кошечками, это один раз за всю историю эфириума. Я думаю, на собачках это уже не пройдет, кошек люди любят больше. Вот, но идея правильная. То есть, если вы, как с точки зрения разработчика, оцениваете, создаете эту систему, понятно, что у вас есть тестовые вызовы. То есть, изначально вы даже не создаете это на реальном эфириуме. Вы берете тестовую версию, весь тот же код контракта заливаете туда, и пробуете играться там. Делаете там каких-то тысяч у своих ботов, которые туда что-то подписываются, отправляют, и вот контракт у вас работает. Когда это у вас все прошло на тестовой сети, все красиво работает, вы можете это смело заливать уже на обычную сеть. В среднем, как бы, на эфире одна транзакция проходит в среднем минуту-две. Да, то есть, как бы, зависит от того, как быстро. Это в данный момент, вот, при текущей загрузке. И через минуту-две у вас тот контракт будет готов. Вы для проверки того, что этот контракт готов, вы можете, кстати говоря, использовать еще и read-only функции. Я о них поговорю в следующий раз. Они газа не стоят. То есть, вы можете просто что-то читать с контракта, да, тем самым проверив, что он действительно работоспособен. Вот. И сделать, соответственно, какие-то тестовые вызовы, опять же, для того, чтобы, ну, понять, что у вас все в порядке. Вы ту версию задеплоили, да, у вас все отлично. Да. Да, конечно. Тоже это является транзакцией. Все, то есть, любая минимальная операция внутри блокчейна – это транзакция, кроме операции чтения. Об этом я поговорю уже на следующем занятии, на практике. Покажу это как бы в U-Fonds и то, как они работают. Но любая, в принципе, атомарная операция в блокчейне – это транзакция. Вот, что бы вы ни захотели сделать, отправить друг другу деньги, дернуть какой-то метод контракта, не view, который будет что-то делать еще, то вам нужно это оформить как транзакцию, засунуть внутри нее бинарник вызова вашего метода, отправить ее, типа отправить, опять же, подразумеваем, сохранить в системе, просто в качестве адреса to указать адрес нашего контракта, где это все задеплоено, и пульнуть это дело внутрь системы блокчейна. Как-то так. Ам? Если мы говорим за эфир, то реально немного. То есть, во-первых, это стоит кучу денег, во-вторых, это у нас в среднем транзакция майнится от 30 секунд до 2 минут, например. И если вы хотите сделать какую-то систему, чтобы пользователь с ней работал, то вы пользователю будете крутящийся ползунок показывать на протяжении 30 секунд, а то именно 2 минут, что типа, ну извини, подожди, пожалуйста. А потом ваш прокси-сервер, который вы настроили на ограничение на 3 минуты, обрубит ваш коннекшен и скажет, как бы, а пользователю все, пользователя там тайм-аут висит, а у вас все еще что-то выполняется. То есть, здесь все очень плохо. У нас есть внутренние проекты или проекты, которые там требуют заказчик на приватных блокчейнах, на приватной сети. Максимум, который мы умудрялись туда засунуть, это 2500 транзакций в секунду. Вот с этим мы реально работали на продакшен-машинах. Не сказал бы, что это есть хорошо, потому что мы тогда используем достаточно быструю скорость майнинга. Блоков очень много, транзакций очень много, и блокчейн за полгода весил больше 100 гигов. За полгода. Ну, как бы, мы изначально это заказчику говорили, заказчик с этим согласился, сказал, да, у меня есть деньги, хочу быстро. Окей, есть деньги, хочешь быстро, все, все, как бы, без проблем мы это сделаем. Но есть, на самом деле, еще одна проблема. Для опытных людей, которые чуть-чуть здесь присутствуют, я расскажу тоже. Все упирается в время консенсуса, вот как таковое время этого майнинга. Сейчас у нас, как бы, минимальное время, за которое сможет майниться блок, около 15 секунд. Это на основной системе эфириум, если мы говорим за proof of work. Консенсусов, на самом деле, есть много. У нас есть такой консенсус, который называется proof of authority. И при этом консенсусе мы реально можем просто вот в тупую поставить раз в сколько времени будет создаваться блок. По секунду. Он может быть просто вот раз в секунду создается блок, и все. И вот мы это один раз установили, и вот так оно и будет всегда. И каждый раз какие-то определенные адреса, которые мы заранее определили, либо которые участвуют в голосовании впоследствии для добавления нового адреса, мы с ними работаем, они майнят наши блоки. Только они никто другой. И при таком раскладе у нас, например, каждую секунду может создаваться новый блок. И в какой-то момент вся система просто встанет. Вот возьмет и встанет по непонятной причине. И если мы начнем ковырять код, то реально обработки ошибки на это место просто не будет. То есть вот почему-то, если система не успела там слишком распространиться, не успела там отправить друг другу блоки и транзакции, в какой-то момент у нас происходит просто коллапс этого блокчейна. Он полностью становится, и работать с ним дальше невозможно. Он перестает майнить, он перестает собираться. И я такой подумал, блин, это, наверное, ошибка того же эфириума. Надо там написать в систему, надо написать еще что-то, года полтора назад было. И начал ковырять эту тему. А проблема на самом деле достаточно давно изучена и достаточно давно известна. У нас есть золотые наши 7 секунд. И вот если блок собирается быстрее, чем за 7 секунд, рано или поздно у нас все будет плохо. Это установлено путем испытаний. Это, опять же, Виталик Бутерин, который является создателем эфира, он проводил исследования на эту тему. Они давно хотят перевести эфириум на то, чтобы он работал в разы быстрее. Но пока этого они сделать не могут. Потому что реально сеть не способна так быстро распространять транзакции, чтобы раз в 7 секунд блок генерился, успевал добраться до всех, и все были довольны, рады и счастливы. Да, и тут же 51% сработало. То есть 51% сработает в любом случае, если в системе все это отправляется и работает достаточно хорошо. А если оно перестает работать, да, и в какой-то момент просто стакается, то понятно, что уже 51% нашего не будет, новых блоков не будет. Да, ну как бы у них есть несколько решений на этот счет. На самом деле эфир должен был схлопнуться еще в этом году. Там есть такая штука, называется ISH. Было очень много тоже исследований на эту тему. В данный момент они хотели сделать все, пофиксить и сделать все красиво. Потом они еще пару месяцев посидели такие, «Не, ребята, давайте мы не будем делать все красиво, сделаем вот, чтобы еще он годик-другой пожил, а потом сделаем все красиво». И вот так оно уже, не ошибаюсь, дважды происходит. Вот, и да, и дедлайны все откладываются и откладываются, но они рано или поздно сделают все красиво, потому что от того же эфира зависит Google, Facebook, Amazon и так далее и тому подобное. Это ребята, которые вкладывали в эту систему гигантские деньги, хоть она является опенсорсным проектом. Эти деньги им нужно отдавать, либо в виде рабочего продукта, либо в виде, если они потребуют как-то по-другому. И вот как-то по-другому никто из разработчиков эфириума явно не хочет. Поэтому рано или поздно они сделают все красиво. Тут как бы можно особо не сомневаться. Но пока что они еще не смогли прийти к какому-то целесообразному решению. И вот это все красиво откладывают, откладывают, откладывают. Но система работает. То есть пока она не уперлась еще в свои возможности и будет работать, я думаю, еще достаточно долго. Да. Для выполнения контрактов. То есть иногда, опять же, это мы говорим о примере с автомобилями. На самом деле большинство контрактов внутри системы эфириум работают только с системой эфириум. Почему? Потому что запросы наружу достаточно сложная вещь. Я сейчас объясню. Например, то я говорил, что когда у нас блок майнится, мы исполняем какой-то код и сохраняем эталонный результат. Вот майнер это все сделал, сохранил этот результат. И дальше этот блок распространяется по сети, и каждый из участников этой сети проделывает все ту же операцию. А если ссылкой на внешний источник будет рандоморг, у какого процента людей операция совпадет? Да, как бы правильный вопрос, через сколько секунд упадет рандоморг, но допустим, что мы используем какую-то приватную сеть чуть поменьше, чем эфириум, на котором сейчас 5 миллионов человек сидят. Но реально результаты будут отличаться. Для решения этой проблемы есть такая штука, которая называется Araclize. О ней я, наверное, поговорю уже на четвертом уроке, потому что я сейчас вас всех сломаю немножко. Да, ну большинство сломаю. Поэтому есть решение, оно тоже основывается на модели подписей, на доверии, на том, что у нас все будет хорошо, классно и красиво. Но внешние запросы можно сделать. Не нужно, если можно решить как-то этот вопрос без внешних запросов, то лучше решать его без внешних запросов. Но теоретически и практически это можно сделать. Как мы можем сделать? Чьи из мальчика? Чьи из мальчика? Ну, опять же, у нас есть какой-то контракт. Мы можем создать контракт, который у себя внутри хранит информацию. И мы можем отправить запросик в нашу... Простой вариант, без Araclize или еще чего-то слишком сложного. Мы можем отправить запросик в нашу базу данных, в которой мы скажем, смотри, приди сюда, забери это. Она приходит, забирает, информируя контракт о том, что она забрала. Например, кидает туда же свой какой-то там уникальный ключ, да, то есть подтверждая тем, что она является авторизированной вот нашей вот базой данных, да, с которой мы можем сотрудничать и работать. Контракт это дело принимает, выполняет у себя дальше все атомарные операции, а ей отдает результат. Как один из вариантов. Ну да, в любом случае извне. То есть сам контракт как бы по HTTP стучать куда-то не может. То есть с ним должны работать извне. Но если есть какие-то системы, да, которые, например, являются посредниками для работы извне, в которых мы можем зарегистрировать контракт наш, одной из таких систем является Araclize. И при помощи этой системы мы можем общаться с внешним миром. То есть на самом-то деле как бы он будет общаться с нами, но при помощи вот такого нашего доверительного поставщика, который будет разговаривать с внешним миром и периодически передавать это все дело нам. А если у вас участвует в объединении контракта, то мы сами там все передачи ключей, вставать в контракт, какой контракт, который будет деплоить на него? Как бы да, вот идеальным решением было бы задеплоить свой контракт. Тогда бы просто новая почта стучала к себе каждый раз в один и тот же контракт, а все моменты регистрации мы отдавали внутри системы Ethereum. То есть наш контракт бы работал просто с контрактом новой почты. Он бы не работал напрямую с новой почты и не говорил бы новая почта, приди, пожалуйста, вот на этот адрес, очень надо, прошу, там, не знаю, нужны деньги на операцию. Это как обычно. Но тут мы можем просто наш адрес контракта, сам контракт может отправить это контракту новой почты. Новая почта будет уже знать о том, что вот этот контракт запрашивает такую информацию. И когда сайт новой почты будет общаться с контрактом, он проинформирует о том, что да, слушай, сообщи вот этому контракту, который ждет, вот эту информацию. То есть таким образом мы можем эту систему создать. Как-то так. То есть тут все упирается в доверие, насколько мы доверяем либо другому контракту, либо уже другой системе, которая с кем-то извне общается. Да, и вот еще очень важный вопрос, это кто будет за это платить. Например, с Roklize мы отправляем деньги кому-то, чтобы они решали за нас наши проблемы. Как-то так это работает. Вот. Да. Опчейны и расширения мы не использовали. Мы даже форкали официальный клиент Ethereum с исправлением некоторых вещей, которые нам не нравились. Впоследствии, кстати, их поправили. Есть очень классная ссылка, там, где можно, на GIST, я думаю, вы знаете, там, где можно пообщаться с разработчиками и текущими контрибьюторами Ethereum. И если есть какая-то достаточно серьезная проблема, в которой вы уверены, что эта проблема не с вашей стороны и не с конфигурацией, а проблема действительно в системе самого Ethereum, вы можете с ними пообщаться об этой проблеме, сообщить ее, залить какое-то там тоже, может быть, свое решение по request в систему. Да, или если, например, они говорят, не, это не проблема, разбирайся с этим сам, то можете, например, растянуть их код и просто исправить это у себя, если они ваши по request не принимают и работать с этой версией. Как-то так. Да, ну или как у нас, то, что я рассказывал на прошлой лекции с биткоином, то, что произошло разделение биткоина, когда захотели увеличить размер блока. С Ethereum была примерно такая же ситуация, только чуть-чуть по-другому. Да, ситуация была из-за денег и из-за доверия к контрактам. То есть говорили о том, что мы доверяем 100% на коду контракта, с ним ничего нельзя сделать, его нельзя изменить. Но тут в эфир пришли ребята, у которых там сотни миллиардов долларов. И они такие, мы как бы попользовались вашей системой и потеряли сотни миллиардов долларов. Можете, пожалуйста, их вернуть? И вот после этой ситуации получился Ethereum Classic, в котором ничего вернуть нельзя, и Ethereum текущий, в котором им все-таки эти деньги вернули. Вот это и была точка разветвления. Да, она как-то так называлась, я не помню уже точно. Вот. И я думаю, вам нужно тоже какое-то время переварить информацию, поэтому вопросы, я думаю, пока хватит с вопросами. И я чуть-чуть вот на отключенную тему расскажу про другую штуку, про которую она называется деревья Меркла. У вас еще на прошлой реакции были вопросы о том, где вообще хранится баланс, где хранится там все в системе вообще, как это все происходит. И ответ действительно правильный, нигде. То есть у нас нет реально какого-то хранилища, в котором, скажем, в key value значение, что вот этому адресу принадлежит столько денег в данный момент. Реально у нас этого нет. У нас цепочка блоков, в которой совершено с самого-самого нулевого блока определенное количество транзакций. И они все добавляются и добавляются. И мы можем сказать баланс пользователя, просто вот взяв самого первого блока и посчитав это все до самого конца. Но, как бы, соответственно, прогонять каждый раз циклами и считать это все дело – это ресурсъемкий процесс, который не нужно выполнять. Тем более, когда мы говорим о том, что у нас все операции просчитываются не один раз, а просчитываются на всех майнерах, на всех не-майнерах, которые принимают блоки или транзакции. И мы просто убьем систему всеми этими вычислениями. И здесь используется такая полезная штука, как дерево Меркла. Что это такое? Мы говорим, что у нас есть какие-то транзакции. Например, вот здесь у нас валяются внизу наши четыре транзакции. Вот они в одном каком-то блоке, и они туда уже пошли. И мы хотим просто узнать, есть ли в этом блоке эта транзакция. Как мы это можем сделать? У нас от каждой транзакции берется ее хэш. Как бы любым алгоритмом сейчас это не так важно. Просто попытаемся понять, как работает это дерево. Опять же, от каждой транзакции у нас берется вот этот хэш. Дальше, чтобы построить какой-то root хэш, нам же не нужно каждый раз просчитывать все. Нам нужно какое-то одно значение, с которым мы хотим сравнить и сказать, что у нас все хорошо. Дальше эти хэши складываются и берется хэш от суммы двух этих хэшей. Тем самым мы соединяем все наши транзакции, выстраиваем это вот в такое вот красивое дерево. Где впоследствии мы имеем наш какой-то топ хэш, он же root хэш. И вот с этим хэшом мы можем сравнивать. Мы, например, вот этот вот хэш. Да, и если мы говорим, что вот это наш блок, то вот этот вот хэш мы можем засунуть в заголовок блока. И сказать, что вот смотрите, у нас есть такой блок с такими транзакциями. Этот хэш, например, тоже будет участвовать в генерации хэша самого общего блока. То есть если мы поменяем где-то вот здесь что-то, блок уже не будет подтвержден в других местах. Если мы поменяем где-то вот здесь что-то, соответственно, он тоже не будет подтвержден в других местах. Если мы поменяем что-то внутри транзакции, то хэш самой транзакции тоже не будет совпадать. Таким образом, мы можем более упрощенным способом проверить, как у нас это все правильно и красиво соединяется, нет ли нигде каких-либо ошибок, либо злоумышленных атак. И как, например, убедиться, что вот этот L3 реально лежит в этой системе и в этом дереве. Нам достаточно взять хэш от этого L3, алгоритм хэша мы знаем, мы получаем хэш этой транзакции. И дальше что мы делаем? Мы этот хэш суммируем с вот этим хэшом, мы же не идем ниже по дереву, нам достаточно вот этого. Суммируем с этим хэшом, получаем вот этот, суммируем с этим хэшом. Если у нас root хэш совпал, то мы сделали гораздо меньше проверок, чтобы убедиться, что эта транзакция подлинная, чем если бы мы лазили, проверяли абсолютно все, проверяли там каждую какую-то там строчку в этой транзакции, особенно когда мы говорим, что здесь у нас участвует уже не просто отправка денег кому-то, а участвуют уже коды смарт-контракта, которые там длинные бинарники, там все красиво, сложно и замечательно. Таким образом, это у нас упрощенная проверка. И если мы говорим за эфириум, то у нас есть проверка не только транзакции, а у нас в каждом блоке хранятся три дерева. Дерево состояний, дерево транзакций и дерево наших рецептов. Дерево состояний, оно чаще всего говорит о аккаунтах и об их состояниях, об их денежных средствах. Дерево транзакций, то, о чем я говорил в прошлый раз, оно приблизительно такое. И дерево рецептов, это чуть интереснее тема. У нас, когда контракт отрабатывает и что-то выполняет, в конечном итоге он формирует какие-то рецепты. Плюс внутри контракта у нас есть такая штука, как emit event. Мы можем какой-то ивент куда-то вот закинуть. Вот куда мы его реально закидываем. По сути вот сюда, из вот этих ивентов тоже выстраивается цепочка состояний нашего контракта. Где, что, как выполнилось. И мы эти ивенты можем потом считать. То есть мы не просто можем, как внешняя система, спросить у контракта, если этот метод предусмотрен, что там произошло. А мы можем почитать логи. То есть мы можем обратиться к узлу эфириума и реально почитать логи. Вот это большое преимущество при работе с контрактами. И все эти логи также они сохраняются здесь, проверяются и выстраивается из них тоже цепочка вот этой оптимизации, чтобы при выполнении этого же куска кода, этого же контракта где-то на другом узле, уже не майнищем, мы могли сравнить с эталоном, не сравнивая там побитого, например, все наши команды, а сравнивая уже хэши. Вот таким вот оптимизированным способом. Плюс, зачем это еще надо? Я уже говорил, что у нас скоро все системы нашей блокчейны будут весить под терабайт. Мне уже очень много весит. И для того, чтобы не выкачивать всю историю, не выкачивать реально все транзакции, все там ивенты, состояния и так далее, мы можем выкачать для большинства блоков, которые находятся раньше в сети, мы можем выкачать только их заголовки и проверять вот таким вот образом через вот эти деревья хэши, не имея реальных транзакций, а имея и сохраняя только их хэши. Таким образом, мы убеждаемся в том, что наша система остается целостной, но убираем оттуда огромное количество информации и сокращаем ее вес. Как-то так. Да, эти клиенты называются лайтами. Там, кстати, в эфире их уже два. Там есть уже обычный, есть лайт и есть какой-то еще. Там он еще легче, там какой-то супер лайт. Ну, короче, есть еще более легкие варианты. Некоторые из вариантов сохраняют, например, все рецепты, некоторые даже не сохраняют. Сохраняют только хэши самих транзакций. И тогда мы, например, не можем получить из более старых блоков, которые у нас этот лайт клиент привел, мы не можем получить оттуда реально информацию о том, что в смарт-контрактах происходило. Начиная, то есть вот мы подключились к сети эфириум, выкачали в лайт-режиме, да, выкачали только заголовки с хэшами. Впоследствии все блоки, которые мы дальше уже будем получать или сами создавать, они уже будут полными. Там мы уже лайт не можем в данный момент работать. То есть эта оптимизация сети, она работает только для самых-самых новых пользователей. Как-то так. Я реально на сегодня больше не хочу давать вам информацию, потому что уже очень много взглядов, которые не понимают, что здесь происходит. На следующем занятии будет уже практика, где вам достаточно будет знаний для того, чтобы что-то написать вместе со мной, что-то создать реально рабочее. И мы это все запустим, проверим, посмотрим. Поэтому у кого есть возможность, приносите с собой ноуты. Я тоже буду с ноутом, буду при вас это все куда-то создавать, что-то куда-то делать. И мы уже будем смотреть на реальное применение. Как-то так. И плюс, ну, это опять же старый слайд, чтобы вы убедились в том, что при наличии смарт-контрактов ничего на самом-то деле не меняется. У нас все вот эти правила, которые мы говорили просто для биткоина, они все остались. Вот, только теперь это все у нас уже и к коду смарт-контрактов относится. И здесь у нас QR-код на телеграм-чатик, в который я на следующий раз закину ресурсы, все наши, на которых там можно почитать эту презентацию. Плюс закину туда ссылки на программы, которые стоит установить, чтобы в следующий раз вместе со мной пробовать что-то создавать. На следующий раз мы попробуем с вами создать простенькую криптовалюту, которая будет называться токен, потому что это внутри системы эфириум. Все криптовалюты внутри системы эфириум, которые там подходят под определенные стандарты, они называются токены. Поговорим с вами о ERC-20. Это такая штука, которая в некоторых странах легализирована и запрещена в России. У нас как бы никто не в курсе до сих пор о том, что в принципе что-то существует. Поэтому у нас нейтралитет. Мы как бы и ни в одну, и ни в другую сторону. Мы ничего не запрещали, но и ничего не разрешали. А если мы не платим с этого налоги, соответственно, ничего нельзя. Но если мы не говорим о том, что мы эти налоги как бы не платим, то играйтесь в слово. Поэтому на следующий раз будет уже интересно и с практическим применением. Переварите эту информацию. А о видах токенов мы будем разговаривать? Да, мы будем разговаривать о видах токенов. Я как пример покажу ERC-20, который, кстати, только за время моей работы с блокчейном изменялся раза три. Поэтому я думаю, что он и дальше будет изменяться. Так что приходите, тащите с собой ноуты и будем уже заниматься не теорией, которая всем сложна и немножко надоела, а реальной практикой. Есть вопрос, какие надо программы, библиотеки устанавливать, чтобы участвовать в практическом занятии? Вот я насильно буду людей в Telegram загонять. Я люблю Telegram и не люблю все остальное. Поэтому заходите в Telegram. Я туда закину все ссылки на все операционные системы. Даже если у кого-то Kali Linux и вы дикий секьюрити-разработчик, то на Kali Linux тоже скину дистрибутив, если вам очень надо. Поэтому заходите в Telegram, все будет. Если вопросов больше нет, то, наверное, всем спасибо и жду вас в следующую среду в то же время. Спасибо.